В Талдыкургане состоялись увлекательные семейные соревнования под названием «Папа, мама и я». Это спортивное мероприятие было организовано для государственных служащих, чтобы не только укрепить корпоративный дух, но и продемонстрировать важность здорового образа жизни. Основная цель соревнований способствовать активному отдыху и укреплению семейных связей, а также популяризировать идеи здорового образа жизни и гармоничного семейного воспитания. Участники испытали свои силы в различных спортивных состязаниях, получив заряд положительных эмоций и еще сильнее укрепить семейные узы. В семейном турнире приняли участие 10 команд, представляющих семьи и государственных служащих. Программа соревнований включала в себя популярные массовые виды спорта. Между участниками турнира было проявлено взаимное уважение и поддержка. Ведь основная цель каждого соревнующегося – проявить свои спортивные навыки и быть примером для других жителей региона. Основное усвоение участия в семейном конкурсе – наличие в команде хотя бы одного государственного служащего. Также важно, чтобы дети не были старше 12 лет. Также проводятся состязания, в котором участвуют все члены семьи. Наряду с этим соревнования проводились в отдельных группах для отцов, детей и матерей. Участники состязания «Семейное трио» с легкостью преодолевали различные препятствия на скорость, такие как бег с обручем и мечом. В рамках турнира также проводились специальные конкурсы на ловкость и силу претендентов на звание лучших. Как отметили организаторы, одной из основных целей мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и укрепление семейного взаимопонимания. Мы приехали из Кирблакского района и участвуем в соревнованиях всей семьей уже второй раз. Я работаю государственным служащим. Моя дочь, которая также находится здесь, занимается легкой атлетикой, а я посещаю районную секцию по волейболу. Мы очень рады быть частью этого мероприятия. По мнению членов жюри, все команды проявили активное участие в семейных соревнованиях, поэтому организаторы были уверены, что объявлять победителя было бы неправильно, поскольку все участники успешно завершили эстафету и сохранили отличное настроение.